Итак, друзья, начинаем то, ради чего мы все здесь собрались. Мы начинаем курс по перепрограммированию приборов электромагнитной терапии. Дета-ап и дета-ритм. Итак, у нас имеются две модели приборов. Это приборы антипаразитарные и приборы, которые основаны на биологическом резонансе с тканями организма. Вот сейчас я вам расскажу и подробно об этих приборах, и о истории их создания этих приборов, и расскажу еще предпосылки создания этих приборов, потому что те ноу-хау, как сейчас их называют, те новые венья, которые появились в последнее время, и которые благодаря современной науке сейчас достижимы, на самом деле имеют очень древние корни. История создания электромагнитной терапии, можно сказать, своими корнями уходит в древность. 3000 лет назад в Китае, на Востоке, начало развиваться такое направление медицинской науки, как акупунктура. И вот эта наука понимала отношение к болезни человека, как системе комплексов, которые проявляются на каком-то уровне. Но это заболевание всего организма, потому что отдельно существующего больного органа в организме быть не может. Если в организме произошло нарушение, то мы видим только симптом, который отражает, что внутри организма произошел сбой, который позволил выйти этому симптому. Когда я была на одной из гомеопатических конференций, посвященной 100-летию доктора Рейковега, я услышала такую замечательную фразу «определение болезни». В зале сидело несколько тысяч человек, которые были согласны с этим определением. Так что есть болезнь. Болезнь — это благо, которое дается человеку для того, чтобы осознать свои неправильные шаги. Я не думаю, что это применимо, наверное, в наших условиях, когда у нас нет времени задуматься над тем, что мы делаем. У нас такой стремительный бег, что от души думать, в общем-то, не место и не время. Но, тем не менее, это что-то неправильное в нашей жизни, которое произошло уже. И каждая болезнь дает время задуматься над тем, что мы не так делаем, почему это не так происходит. Так вот, китайская медицина рассматривала, что в организме человека циркулирует энергия. И эта энергия, свойственная каждому органу, перемещается по меридианам. Существует жизненная энергия, которая дается человеку от рождения и которая перераспределяется в процессе жизнедеятельности. Все органы связаны друг с другом системе меридианов. И происходит энергообмен. Это знания, которые более трех тысяч лет назад были известны китайцам, наконец привез в Европу Фоль. Фоль был доктором-кардиологом Рейнхольд Фоль. И начал изучать китайскую медицину в приложении на европейский манер. И вот здесь он нашел, что продвижение по меридианам энергии имеет электрическую природу. И прохождение по меридианам происходит по специальным каналам, которые заполнены специальной такой структурированной водой. И вот прохождение сигнала в несколько раз быстрее, нежели прохождение его по нервному волокну. Может быть поэтому мы так быстро отдергиваем руку от горячего, когда нам больно. Поэтому система меридианов – это первичная система, воспринимающая. И каждая точка, располагающаяся на коже, на теле человека, является диагностическим центром отражения работы органа. И местом приложения терапии. Вот китайцы лечили различные заболевания, вводя в эту точку акупунктуры и иголочки. В зависимости от заболевания, это были золотые, серебряные иголочки. Это могло быть прижигание различными полынами или другими сигарами. То есть воздействие шло на точку акупунктуры и вместе с тем оздоравливался орган. Так привезя в Европу этот метод, Фоль доказал экспериментально то, что действительно происходит таким образом. Но для понимания европейского человека понятия такие, как холод, вода, сухость, они ничего не говорили. И поэтому Фоль перевел все это дело в цифровой формат. И теперь мы показатели по Фолю смотрим, наблюдаем с помощью стрелки. Фоль доказал, что каждый орган, каждая система человека функционирует на своей собственной частоте. И вот частота, которая свойственна здоровому органу, она свойственна для всех людей, несмотря на расу, возраст и так далее. То есть все частотные характеристики описания работы клетки были учтены автором, были составлены таблицы. И собственно те частоты, которые мы используем, берут свое начало, заложенное в приборе, именно Райфа и продолжатели его. Затем впервые было слово биорезонанс или биологический резонанс. Резонанс с тканями организма, с биологическими системами организма. Был введен Францем Морелем и Эриком Роше. Они основали в Германии свою фирму, в которой производят приборы электромагнитные, приборы биорезонансной терапии. И эти приборы биорезонансной терапии, это контактные приборы, которые предоставляют возможность восстанавливать свое здоровье, но методом контактного использования приборов. Немецкий прибор. И здесь недостаток этого прибора заключается в том, что он очень большой. И с собой его в карман не положишь. И в общем-то известные частоты, в общем-то известная абсолютно всем тема. Все знают, как лечить биорезонансом. Но Сергей Петрович Коноплев разработал впервые прибор, который позволил как раз проводить терапию биорезонансом, проводить терапию частотами организма, не контактируя с электродами и не внося в организм энергии. Это прибор электромагнитной терапии, который основан именно на бесконтактном воздействии. И в данном случае не происходит внесения энергии в организм, и сразу побочные эффекты уменьшаются. Любое введение в организм человека энергии приводит к увеличению воспалительной реакции. Поэтому это является физиотерапией, острое заболевание, противопоказание. Любое внесение энергии в организм стимулирует образование опухолей, как доброкачественных, так и злокачественных. И это тоже противопоказание к физиотерапевтическим методам. Этот метод основан на том, что на определенной несущей частоте в организм вносятся частоты уже физиологические. Те частоты, которые были найдены еще фолием, морелем. И эти частоты вносятся в организм, и происходит резонанс. Причем происходит резонанс только с теми системами, частоты которых вы ввели. Закон физики гласит, что если в систему внести с такими же частотами электромагнитную волну, то произойдет резонанс. И этот резонанс будет характеризоваться повышением амплитуды, то есть повышением энергетики клетки. Вот, собственно, и смысл применения этого прибора. Как только энергетика клетки повышается, восстанавливаются репаративные процессы клетки, восстанавливаются обычные обменные процессы клетки. И в данном случае не происходит принуждения стимуляции, не происходит подавления, то есть уменьшения функций. Происходит регуляция функций клетки. И вот как раз вот эта регуляция функций клетки и позволяет вывести клетку на нормально функционирующее ее состояние, на определенный заданный самой генетикой режим функционирования клетки. То есть ничего не подавляем, ничего не стимулируем, только происходит нормализация в процессе применения прибора электромагнитной терапии. Существует огромное количество подходов к терапии. В связи с тем, что в течение многих веков развивается медицина, но мне так понимается, что медицина, при всем при том, что накапливается огромное количество знаний и в области физики, химии, биохимии, но классическое медицинское образование, извините коллеги, и, к сожалению, позволяет оставлять лучшего. И все-таки то органное отношение и разделение болезни человека на органы, когда болит колено, нужно обязательно идти к ортопеду, когда болит ухо, надо к лору врачу, но никогда заболевание не выступает как моноболезнь. Это общее заболевание организма, которое на каком-то уровне просто проявляет в данный момент симптом. Для того, чтобы понять, как функционирует организм, мы сейчас проведем такую мини-лекцию по поводу того, как функционирует наш организм. Все, вы знаете, основы и физики, и химии, и биологии, все знают, знакомы хотя бы с анатомическими структурами, кто не врачи, знакомы, да? И я думаю, что вам будет легко понять, как устроен человек изнутри. Вот отношение как к комплексу органов отдельно сложенных у нас, наверное, не получится, потому что организм человека — это общая энергетическая система, это открытая, динамическая, энергоинформационная система. И как открытая система, она постоянно обменивается с окружающей средой и энергией, и веществом. Мы постоянно поглощаем какие-то питательные вещества, и это вещество. Мы выделяем углекислый газ под пар, и это тоже вещество. Мы поглощаем энергию, ту же самую электромагнитную энергию, которая находится вокруг нас. Мы выделяем тепло. И это постоянный обмен. И открытая система не может существовать в состоянии без динамического равновесия. Каждый момент происходит колебание этой системы. И внешние излучения в данном случае оказываются, конечно, влиятельными, но в большей мере все-таки здесь, наверное, собственная импульсация тканей имеет огромное значение. Как же происходит внутри организма образование того или иного вида энергии? Что происходит в нашем организме, мы сейчас с вами рассмотрим. Существует основной источник энергии, и этот источник энергии – это пища. Существует много теорий питания, диет и так далее. Но, тем не менее, можно сойтись, наверное, на одном, что пища обладает энергетикой либо иньской, либо яньской. То есть она по китайской медицине подразделяется именно так. Если мы рассматриваем ту же систему питания с точки зрения химии и биологии, то она может по-разному влиять на PH. То есть одни из продуктов закисляют кровь, другие защелачивают. Итак, поступив в желудочно-кишечный тракт, энергия поглощается. Организм представляет собой систему, в которой происходят ежесекундно миллиарды биохимических реакций. Собственно, так мы и существуем. Постоянно происходит расщепление и соединение химических веществ. Я что-то непонятное говорю? Все понятно? Каждая химическая реакция, она либо поглощает энергию, либо выделяет энергию. 80%, которое выделяется, идет именно на расщепление и усвоение этой энергии. И вот, подойдя к каждой клеточке, эта энергия должна реализоваться. На уровне клетки происходит следующее. Основным источником энергии в организме является глюкоза. Глюкоза – это такое же топливо для наших клеток, как бензин для автомобиля. Расщепление глюкозы – это единственный путь получения большого количества энергии при минимальных затратах. И надо сказать, что в процессе этом происходит и минимальное накопление токсических веществ. То есть она в конечном итоге получается вполне доброкачественной продуктой – углекислый газ и вода. Но энергия, которая при этом выделяется, она достаточна для других биохимических процессов. Это строительные процессы, репаративные различные процессы, образование антител. То есть то, чем должна заниматься постоянно клетка. Она должна поддерживать свое функционирование, постоянно восстанавливаться и бороться с той инфекцией, которая попадает в организм и с теми токсинами. Существует такая теория доктора Рекке-Вега. Это теория гомотоксикозов. Кто-нибудь знаком с этой теорией? Никто не знаком. Вы знаете, вот я недавно попыталась найти в интернете хотя бы какие-то упоминания о мезонхиме. Слово мезонхима слышал кто-нибудь? Межклеточное вещество слышали все? Так вот, почему-то в медицине очень небольшое количество времени уделено этому огромному пространству внутри нас. Все, что происходит, происходит не внутри сосуда, не внутри клетки. Оно происходит как раз в мезонхиме, то есть в том пространстве, в том межклеточном веществе, в котором, собственно, и проходит наша жизнь. Сюда приходят и питательные вещества для того, чтобы подойти к каждой клетке. Сейчас я вам покажу, как выглядит эта мезонхима и что это такое. Итак, вот, собственно, мезонхима. Клетки каждого органа не могут непосредственно соприкасаться с каждым сосудом. То есть питательные вещества не могут пройти непосредственно к каждой клетке. Для того, чтобы в организме человека осуществлялся постоянный обмен веществ, существует вот такой вне-клеточный матрикс или мезонхима, как она называется, да? Она состоит, эта мезонхима, из многих структур. Она состоит из поддерживающих структур, которые организуют это межклеточное вещество, это мезонхима. И она состоит из компетентных структур, которые осуществляют управление на уровне мезонхима. Значит, прежде всего, из кровеносного русла капилляров, кровь, проходя через этот капилляр, отдаёт питательные вещества, кислород и так далее, она отдаёт непосредственно в мезонхиму. И это, опять-таки, биохимический процесс. Это не просто передача. Это процесс, который осуществляется либо по градиенту концентрации, либо определяется какими-то веществами, которые выводят эти вещества, полезные, необходимые в данное место мезонхимы, так же, как в зависимости от функционирования этого органа. И здесь существует целая система, которая контролирует попадание этих веществ в мезонхиму и перемещение их к клетке. То есть всё, что для организма вредно, не нужно, но поступило в кровеносное русло, задерживается именно здесь, именно в мезонхиме. Мезонхимы представляют собой цитогель, то есть это самая большая жидкость в организме. Это цитогель, в котором основную роль играют протеин гликаны, гликоз амин и гликаны. И здесь, именно в мезонхиме, и происходят и первые иммунные ответы, и здесь же происходит и управление, собственно, клеткой. Поэтому в зависимости от того, насколько хорошо функционирует мезонхима, зависит от того, как функционирует организм человека. Здесь видно, что здесь кроме кровеносных сосудов, которые приходят, здесь есть и отводящие кровеносные сосуды. Здесь как раз происходит преобразование на уровне капилляра в венозной крови, обогащение ее уже, скажем так, отработанными продуктами. И существует нервная система. То есть здесь механизм управления невральной тоже присутствует. Здесь находятся аксоны нервных окончаний, которые импульсируют о том, что происходит там, непосредственно в центральную нервную систему. То есть если в межклеточном веществе накопилась молочная кислота, мы чувствуем боль в мышцах, напряжение. То есть это заслуга вот этих аксонов, располагающаяся непосредственно в мезонхиме. Далее, здесь присутствуют и иммунокомпетентные клетки. Это тучные клетки, как вы видите. И эти иммунокомпетентные клетки осуществляют первичное очищение мезонхимы. То есть в зависимости от того, какой продукт попал в мезонхиму, существуют различные типы и варианты ответов. То есть либо это иммунитет будет специфический на какой-то определенный возбудитель, который уже известен организму, либо это не специфический иммунитет, когда он ест всех подряд. Что еще здесь интересного в соединкнотканной мезонхиме? Существующая базальная мембрана также помогает и в поддержании жизнедеятельности, и обладает еще проводниковыми качествами, проводниковым эффектом. И тоже позволяет лучшему перемещению веществ в клетку. Для того, чтобы какое-то вещество поступило в клетку, необходимо создание условий. Когда мезонхима зашлакована или заблокирована, то продвижение по мезонхиме ограничено. И к клеткам подходит недостаточное количество веществ. Каким образом блокируется мезонхима? Все вещества, которые поступают к нам в организм, всасываются. Они поступают у нас обычно через дыхание с воздухом, химические вещества. Они поступают к нам с пищей, они поступают к нам с водой, и они образуются внутри нашего организма. Если организм хорошо работает, и расщепил белок до аминокислот, и попадая, аминокислоты начинают работать, свободно проходят в клетку, то если это две аминокислоты, то это уже антиген для организма, это уже токсин. И в этом случае будет связан в мезонхиме, и здесь должны произойти химические реакции. Но условия для химических реакций здесь недостаточно хороши, поэтому все биохимические процессы в нашем организме происходят с участием ферментов. И к этим ферментам обязательно относятся гормоны, наши внутренние гормоны, и относятся обязательно к этим стимуляторам биохимических процессов, относятся витамины в обязательном количестве. Поэтому, если имеется дефицит либо того, либо другого, биохимические процессы в организме будут замедлены. Еще витамины, особенно витамин С, являются замечательным антиоксидантом, поскольку химические реакции, происходящие там постоянно, приводят к тому, что там же происходит и реакция, которая приводит к образованию активного кислорода. И именно в мезонхиме происходит огромное количество биохимических реакций, которые подавляют вот эту вот пероксидазную реакцию, как ее по-русски сказать, антиоксиданты. Здесь очень много антиоксидантов, которые постоянно блокируют вот эти вот реакции оксидации. Здесь же происходит и изменение pH. Для крови pH – это достаточно жесткая константа. Она контролируется несколькими буферными системами, поэтому говорить о pH крови как лоббильной системе не приходится. Если мы говорим об изменении pH и закислении, стоит говорить о жидкостной среде, и эта жидкостная среда как раз мезонхима. Именно здесь локально происходят процессы закисления. А сейчас я бы хотела вот перейти как раз к гомотоксикологической теории доктора Рыковега. Доктор Рыковег считал, что все причины болезни в организме человека определяются гомотоксинами. То есть это те факторы, которые поступили в организм человека и мешают осуществлению регуляторных процессов. Мы уже с вами выяснили, что организм – это динамическая, открытая электромагнитная система. Но для поддержания этой энергетики необходимо, чтобы в организме постоянно происходили биохимические процессы и энергия реализовалась. В зависимости от зашлакованности мезонхимы по теории биологической медицины, по теории доктора Рыковега, существует 6 фаз гомотоксикозов. И эти 6 фаз как раз и определяют количество гомотоксинов, которые поступили в организм. Существует 4 вида гомотоксинов. Это химические вещества, это физические факторы, это биологические факторы и это психические факторы. То есть всего 4 фактора определяют все наши заболевания. Мы говорим, что изменение электромагнитного поля, жесткое электромагнитное поле влияет на организм человека. Внесение химических веществ в организм человека тоже изменяет электромагнитное поле, потому что происходит блокировка мезонхимы, возникают биохимические стойки реакции, ковалентные связи, для разрыва которых у организма просто нет энергии, в состоянии зашлакованности. И вот исходя из этого, первая фаза – это фаза эскреции, когда организм на попавшее в него гомотоксин, на попавшее в него вещество может ответить адекватно всеми своими возможностями защитными. То есть это и выделительные функции органов, это иммунная система, то есть когда организм отвечает на воздействие достаточно адекватно. Например, соринка попала в глаз, физический фактор попал. Что происходит? Слеза выделяется, в нос попала пылинка или вирус начал размножаться. Организм активно пытается вывести это из организма. И так на уровне каждого органа происходит. То есть это фаза острого воспаления. Вот все, что происходит острое в организме, быстро пытается вывести. Это фаза эскреции. Дальше уже идет воспаление патологическое. В данном случае на фазе патологического воспаления организм пытается максимально с применением всей иммунной системы каким-то образом локализовать воспалительный процесс. Вы можете наблюдать, что такое фурункул. Это ограниченное воспаление. Таким образом происходит и спаечный процесс. Вот так же происходит и образование кист различных. Дальше следующая фаза. И все это происходит еще вне клетки. То есть оно никаким образом не задевает клетку. И мезонхима в данном случае еще возможно ее разблокировано. Еще возможно выведение гомотоксинов из организма. Здесь еще фазы, это вне клеточной фазы, оно никаким образом не попадает в клетку. Следующая это фаза депонирования. Здесь уже происходит накопление гомотоксинов. Их много в организме. И в данном случае организм пытается занять такое положение, чтобы это хроническое воспаление вызвало как можно меньше патологий в других органах. То есть она пытается в каком-то органе ограничить воспалительную реакцию. Причем это хронический процесс, который протекает. Далее существует вот такой биологический барьер. Вот за этим барьером процесс пошел уже достаточно глубоко. И начинаются изменения на клеточном уровне. То есть это клеточные фазы. Пока эти фазы не затрагивали клетку, здесь же, когда начинается импрегнация матрикса, когда токсические вещества блокируют мезонхиму, клетка испытывает дефицит. И в клетку не проникают те вещества, которые необходимы для поддержания его жизнедеятельности. Это приводит к дистрофии клеток. Дальше еще хуже происходит фаза дегенеративной дегенерации, когда клетка не справляется со своими функциями и приводит к образованию опухолей доброкачественной. И последняя фаза накопления токсинов, которая называется фаза дифференциации, это фаза опухолей, злокачественных опухолей. Таким образом мы видим, что накопление токсинов и его крайняя степень зашлакованности нашего организма это онкология. Поэтому любой процесс, онкологический процесс, доброкачественных опухолей, хронического воспалительного аутоиммунного заболевания, каких-то хронических процессов имеют одну и ту же природу накопления токсинов. Поэтому и подход к терапии должен быть именно с точки зрения выведения токсинов из организма. Потому что другого пути нет. Вот она, фазы гомотоксикозов, но уже в приложении к различным тканям. Если вы видели, то там было две стрелочки. Одна стрелочка показывала в одну сторону, это регрессивная викориация, и вторая стрелочка показывала на выход из болезни, это выведение токсинов из организма. Поэтому переход от фазы к фазе возможен. Вот посмотрите, на различных уровнях существует заболевание. Пожалуйста, ткани внутренних органов, повышенное образование желчи, гепатит, панкреатит, холилитиаз, и это не что иное, как накопление токсинов, гепатоспленом мегалии, цирроз, рак печени. То есть у каждого из нас есть возможность пройти этот путь туда или обратно. И у наших с вами коллег, людей, которым мы будем помогать, есть такая же возможность идти тем или другим путем. Вот, пожалуй, наверное, и все. Я хотела рассказать вам еще о том, что история медицины насчитывает не первые десяток лет. Это с применением антибиотиков. Медицина как бы началась сейчас, мы так считаем. На самом деле, медициной занимались очень многие столетия, тысячелетия. И проблема здоровья, она всегда была актуальна. Но, тем не менее, мы живем, потому что мы самоподдерживающаяся система. Мы постоянно регенерируем, мы постоянно изменяем и с условиями жизни, и свои биохимические процессы. Поэтому мы выживем, в принципе, в любой ситуации. Но вот подход, даже при применении антибиотиков, мы выживем. Эта табличка у вас будет, вы сможете эту табличку рассмотреть дома и посмотреть, что на самом деле происходит, и оценить степень своей зашлакованности в данном случае, на какой стадии вы в настоящее время находитесь. Поэтому я хотела бы сказать о том, что о мезенхиме и не сегодня начали говорить. Почему-то вот в медицине, в медицинской науке достаточно редко упоминается о таком огромном органе обмена веществ, как мезенхима. Я практически не могу, кроме биологической медицины и направления классической медицины, найти нигде никаких данных. Это, собственно, исследования, которые составляют основу основу медицины традиционной. И традиционная медицина как раз это та медицина, которая еще основалась в Древнем Китае. Но еще и не только Китай, как страна философов и наблюдателей, была основателем этого метода. По поводу теории существования в организме не только крови, лимфы и желчи, говорил еще Парацельс. И о существовании жидкости в принципе имели понятие древние врачи. Если вы помните, то в средние века врачи до последнего времени применяли такую вот методу, как выпускание крови. И это тоже отражало подход, как освободить организм от излишней жидкости, от накопленных гомотоксинов, потому что они считали, что они концентрируются там. И это совершенно очевидно. Они действительно образуются в жидкостных средах. Как мы видели с вами, лимфатические сосуды и венозные сосуды берут начало опять-таки из медицинхимы. И тот биохимические реакции и тот процесс обмена, который происходит там, обязательно выводится из организма. А дальше у нас существует три основные органа выведения этих токсинов. Значит, я начну, наверное, с печени, потому что все, что поступает из воздуха, через кожу, со слизистых оболочек и через пищу, обязательно попадает в кровеносное русло и попадает в печень. В печени происходит система фильтрации этих вредных или полезных для организма веществ. И она дифференцирует, что это за вещество. Часть вредных веществ она связывает и они выводятся через кровеносное русло, в дальнейшем через почки. А часть она связывает и выводит с желчью через желудочно-кишечный тракт. Но если складывается ситуация, когда постоянное поступление токсинов в организм начинает зашлаковывать не только мезонхиму, как мы уже говорили, но мезонхиму и этого органа. То есть в таком случае печень не может выполнять свою нормальную функцию. И в это время печень начинает перебрасывать свои функции на другие органы. Она пытается все свалить на желудочно-кишечный тракт. То есть те вещества, которые поступают, она пытается вывести через желчь либо вот через слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта. И здесь складывается такая ситуация, что самым длинным органом в нашем организме является пищеварительная система. Пищеварительная система выполняет очень много функций. Это защитная функция организма. Это постоянная барьерная функция. Вот представьте, огромное количество микробов поступает к нам из воздуха, с рук, с пищей. То есть это огромное количество. Начиная с ротовой полости, где в слюных железах находится слюна, которая обладает еще и свойствами обеззараживать часть микроорганизмов, она уже начинает на уровне ротовой полости выполнять функцию. Дальше по пищеводу проникает в желудок. И здесь второй защитный механизм это ПАЖ желудочного сока. То есть это та соляная кислота, которая убивает в общем-то микробов. В желудке не очень много микроорганизмов способны выжить. Я имею ввиду в здоровом желудке, где ПАЖ в полтора-два имеют значение натощак перед едой, так как положено переваривать пищу. Единственное, кто там может проживать, это хеликобактер, который в общем-то вредит и постоянно вызывает изменение, воспаление слизистой оболочки, изменение ПАЖ. Далее пища поступает в 12-перстную кишку, где печень выбрасывает желчь для того, чтобы нейтрализовать кислоту. И вот дальше пища имеет не так много микроорганизмов. Пищевой комок, который проходит по кишечнику, имеет не так много микроорганизмов. Но здесь существует такое с помощью ферментативной системы поджелудочной железы пристеночное пищеварение. И это пищеварение осуществляется в зависимости от того, как функционирует поджелудочная железа. Если она выделила достаточное количество ферментов для расщепления, то пищеварительные ферменты расщепят пищевые продукты на составляющие и зайдет всасывание. Вот так же они до аминокислот распадаются. Если в кишечнике недостаточное количество ферментов, то начинаются либо бродильные, либо гнилостные процессы в зависимости от того, какие микроорганизмы туда попали. И начинается воспаление стенки. Поскольку кишечник выполняет защитную функцию, там существует огромное количество иммунокомпетентных органов, клеточек, так называемой пиеровой бляшки. И вот эти иммунокомпетентные клетки, они постоянно поддерживают в напряжении иммунной активности эту кишечную стенку, для того, чтобы не пропустить микроорганизмы патогенные для проникновения внутрь. Но все зависит от степени функционирования этой стенки. Как только начинается воспаление, сразу представляйте себе воспаление. У кого-то было воспаление на руке, вот сразу представляйте, что происходит. Отек. За счет отека повышается проницаемость и уже крупные глобулы проникают. А крупное вещество, если это аминокислота, то она для организма нормальная, поскольку своих аминокислот много, если же много молекул вместе, то это антиген и это уже аллерген. То есть функцию свою пищеварительную в данном случае она не может до конца выполнить, но она не может выполнить и вторую свою функцию, защитную функцию. Далее проходя по кишечнику, толстый кишечник является самым бактериально загрязненным, но здесь происходит еще с помощью тех же самых микроорганизмов и процесс переваривания. То есть условно-патогенная флора все-таки там существует. Словно-патогенный к микроорганизмам относится следующим образом. Это друг, которому как только поворачиваешься спиной, тут же становится врагом и тут же попытается вонзить тебе в спину этот нож. Поэтому к нему лучше поворачиваться лицом. Поэтому применение антибактериальных средств обязательно приводит к нарушению в толстом кишечнике дисбаланса микроорганизмов, нарушения экологии толстого кишечника. Собственно и есть дисбактериоз. По некоторым данным существует в толстом кишечнике огромное количество микроорганизмов. Честно говоря, я пытаюсь найти точное количество, но количество этих микроорганизмов, количество видов микроорганизмов насчитывает от 500 до 300 различных видов. Причем если мы говорим о количестве микроорганизмов, то их огромное количество. Можете посчитать, Что кишечная палочка, нормально функционирующая при анализе, выявляется в 10,9 степени на миллилитр кишечного содержимого. Это только один вид бактерий в таком количестве. Можете представить, какое количество микроорганизмов живет в нас. И то, что мы существуем, и то, что мы здоровы, это благодаря защите нашего кишечника. Но на определенном моменте его функции просто ломаются. Воспаление заходит в крайнюю степень, мы уже видели по табличке, происходит его усталость. Он не может больше функционировать. Тогда куда он перебрасывает свои функции? На последний орган выделительный. И начинается нарушение уже на уровне почек. А почка это вообще фильтр. Это простейший фильтр, который по градиенту концентрации просто выводит вещества. И в определенный момент оно, как любой фильтр, перестает работать. И тогда полностью вся выделительная система нашего организма перестает существовать. И тогда происходит следующее. У нас еще существует два органа выделения. Кожа и легкие. Так вот, когда начинается дерматит, то что начинают делать? Лечить кожу. И пытаются засунуть и патологический очаг, и химическое вещество. Засунуть в организм обратно. То есть лечение изначально патогенно. То есть вызывает болезнь. Можно ли вылечить помазыванием кожи, если все остальные системы уже не работают? Вам понятен подход к применению приборов электромагнитной терапии. Это очень логичный вывод, к которому, наверное, каждый здравомыслящий человек может прийти. Я не понимаю, почему происходит такое сопротивление со стороны официальной медицины, когда они не признают традиционную медицину как метод лечения. Но ведь достаточно очистить организм, и он вполне справится. Много веков организм справляется без химии. И слава богу, жив-здоров. Мы бы не существовали, если бы такого процесса не происходило. Сейчас я, наверное, оставлю эти, чтобы вы запомнили все-таки. И расскажу вам о питании. Значит, каждая наша лекция сопровождается вот этой темой. Я всегда рассказываю о питании. Существует истина. Человек есть то, что он ест. Все, что попадает к нам в организм, в конечном итоге реализуется на уровне каждой клеточки. Но поскольку мы едим не только полезные для организма вещества, а еще и массу неполезных, то организм тратит дополнительное количество энергии на выведение этих веществ. Вот некоторые вещества выводит легко, а некоторые вещества она просто не знает. В последнее время появилось огромное количество химических веществ. Это и лекарственные препараты, и бытовая химия, которая постоянно с нами, и на кожу попадает на слизистые. И это те консерванты, красители, улучшители вкуса и ежесни, химические вещества, которые попадают к нам в организм. А вот с ними организм не знаком, и он не знает, как поступать. А когда организм не знает, как поступить с тем или иным, он начинает его прятать. А куда он его прячет? Он прячет его в мезонхиму. А если совсем плохо, то начинает прятать куда-нибудь далеко, чтобы никто не видел. Вот кожа для него, например, для организма, это дальняя периферия, слизистые оболочки. Это тоже дальняя периферия, он туда прячет. Поэтому ренит аллергический, собственно, это и есть один из этапов накопления токсинов. Организм человека можно представить в виде бочки. Вот человек рождается, если повезло родиться здоровым, значит эта бочка была пуста. Если он несет какую-то врожденную инфекцию, да, достаточно часто рождаются дети с врожденной инфекцией, то у него бочка уже на какое-то количество наполненная. Я вчера читала удивительные данные о том, что 75% детей рождаются нездоровыми. Всего 5% детей считают здоровыми от рождения, но к году эта цифра уменьшается. Родился человек, стерильный организм. Пока сидел он внутриутробно, если мама ничем не наградила внутри, а ведь через барьеры гематоплацентарный может пройти абсолютно все. То есть спокойно проходят вирусы, спокойно проходят такие гельминты, как токсоплазма. И как раз в первую половину беременности достаточно опасно женщине заболеть токсоплазмозом, потому что эти паразиты начинают локализоваться в мозге у ребенка, вызывая потом либо психическое заболевание, либо отставание в развитии. Так что если ребенку повезло остаться стерильным, он имеет возможность при прохождении родовых путей заразиться. Вся инфекция, передающаяся половым путем, как ни странно, в процессе прохождения намазывается ребенку на кожу, на слизистые, попадает в глазки. Вот все, что есть у женщины во влагалище, есть потом у ребенка в организме. Затем он, наконец, делает первый вдох. Его начинают промывать ему ротовую полость. И все, что есть на перчатках у медперсонала, все, что есть в воздухе, попадает в его стерильный желудочно-кишечный тракт и заселяет его. Потом приносят маме, мама кормит. И в зависимости от того, помыла она молочную железу либо нет, инфекция может попасть, а может и не попасть. То есть мы постоянно балансируем на грани и постоянно боремся с этими микроорганизмами. Если мать кормит ребенка грудью, она дает защиту ему иммунную, потому что сам он еще не знаком с этими микробами, он не умеет вырабатывать. Поэтому так важно ребенка кормить грудью, потому что тут же иммунная защита. Если ребенка принесли на третий-пятый день антибиотиками, и при этом о каком здоровье может идти речь, хотя бы даже кишечника. Потом существует еще замечательная такая штука. Нам придется этот момент вырезать, поскольку я не могу этого говорить вслух, и я не должна этого говорить вслух, но инъекции после рождения сразу ребенку делают БЦЖ. Значит, БЦЖ – это недоубитые туберкулезные палочки, которые пытались убить ртутью. Поэтому сразу два замечательных вещества – химическое вещество, тяжелый металл, и живой микроорганизм поступают к этому новорожденному. И это вот… Следите, как бочка наполняется, да? Следите, как бочка наполняется. Дальше – больше. Ребенка выписали домой, а дома везде ковры с клещами, собака бегает с блохами и с глистами, да? Говорит, да вы что? У нашего полугодовалого ребенка глисты? Ребенок ползает по полу. Поверьте, все, что есть на асфальте, ваш ребенок вылизывает дома. Вы пришли домой, зашли в прихожую, сняли обувь, тут же ползет ребенок и все это дело тащит в рот. Поэтому ребенок вылизывает асфальт на улице. Ну, дальше больше. Там начинаются прививочки уже по возрасту. Потом еще существует замечательное питание, да? Питание. Всякие смеси. И вот, ну, я не буду говорить, для ребенка нормально есть молоко матери. Все остальное, это, ну, без комментариев. Конечно, их стараются не консервировать, но тем не менее, как сохранить продукт? Консервация, да? А потом еще есть добрый дедушка и бабушка, которые приносят чупа-чупс. Прочитайте, что написано на этой упаковке. Практически не отличишь от того, что написано на упаковке дихлофоса. И это ребенку в рот, а потом не ждать аллергии. А поджелудочная железа у ребенка работает слабенько. Ну, так уж получилось, что до года ребенка надо кормить грудью, и только после года он должен есть какую-то взрослую пищу. Существует приказ Минздрава на сегодняшний день, и по рекомендации ВОЗ ребенка до полугода запрещают даже поить водой. Ну, наверное, в условиях того, какая у нас вода, можно и не поить. Потому что тот комплекс тяжелых металлов, которые вводятся с водой, лучше, конечно, ребенку, чтобы они не поступали в организм. Я достаточно дифференцированно отношусь к лечению. Я классический доктор. Могу сказать, что по первому образованию я эндоскопист, хирург-эндоскопист. По второму образованию я врач-педиатр. По третьему образованию я врач-физиотерапевт, владею гомеопальтией и биорезонансом, диагностикой по фоли, вегатесту. Поэтому я, наверное, пыталась разобраться во многих областях медицины для того, чтобы понять, мы же не лечим. В поликлинике мы не лечим. И тогда вот я пришла в биологическую медицину, и вот Сергей Петрович сегодня был совершенно прав, когда он сказал, что увидев прибор антипаразитарный, мы, честно говоря, не могли поверить своим глазам. Потому что для нас, классических врачей, нажал на кнопку, и оно вдруг умерло, это непонятно. Почему это не таблетку, не укол, а оно почему-то работает. И вот это почему-то работает, работает, потому что может. Вот, теперь, про, собственно, аллергию я сказала. Теперь я хочу вам рассказать о питании нас с вами, каждого человека. Насколько изменилось питание? В древние времена, начиная еще с пещерного века, когда формировалось наше пищеварение генетически, они каждый день бегали на охоту и убивали мамонта. В основном пища была растительная. Растительная пища, она хороша тем, что она очищает кишечник. И пищевые волокна позволяют нашим друзьям-микробам разрастаться в достаточном количестве. И процесс пищеварения хорошо идет. Когда растут наши друзья, это очень хорошо. То есть, когда кишечная палочка, кандида, альбиканс, существуют в нормальном соотношении, они не дают заселяться другим микробам. Они создают определенный плаш и живут своей компанией в кишечнике. не давая другим патогенным микроорганизмам разрастаться. Но если же происходит что-то другое, то они начинают меняться их соотношение. Не то, что они погибли все, они не могут погибнуть, но они изменяют даже свои свойства. Вот, например, кишечная палочка – это наиболее типичная лабораторная модель, которая позволяет очень с собой манипулировать. Вот, например, на кишечной палочке выращивают инсулин. Ее генетика очень подвижна. И когда воздействие происходит антибиотиков, то она мутирует и меняет свои качества. И вот в этом мутировавшем состоянии она может стать патогенной и вызывать различные заболевания. Потом мы расскажем, когда мы будем говорить о антипаразитарном приборе и о программе, я расскажу, на каких уровнях может воздействовать эта кишечная палочка. Преобладание в последнее время жиров и мясной пищи приводит к тому, что количество пищевых волокон снизилось. Снизилось количество волокон, соответственно, тут же возникает дисбактериоз. Кроме этого, человеку необходимо 250 лет проживать на одном месте, то есть поколению генетическому, для того, чтобы сформировать ферментативную систему расщепления пищевых продуктов. 250 лет, то есть закрепляется это в поколениях. Если перемещение по всему миру происходит и употребление продуктов, которые до этого не употреблялись организмом, организм не знает, он не имеет механизма его расщепления. Поэтому все продукты, которые в предыдущие поколения не употребляли в пищу, они являются для организма нагрузкой, аллергенным токсинам, организм не умеет справляться с расщеплением этих веществ. Поэтому, когда говорят о том, что ребенку с аллергией можно есть бананы, я удивляюсь, нельзя, если этот ребенок не африканец. Затем, то, что мы пьем. Скажите, пожалуйста, сколько воды в день вы пьете? Около литра. Около литра. Посчитайте, пожалуйста, 30 миллилитров воды на килограмм тела. Это сколько? Применению к вам. Посчитайте, 30 миллилитров воды на килограмм тела. На килограмм вашей массы. Сколько воды вы употребляете? 20 раз. Литра-полтора. Так вот, вы рассчитали количество воды, которое организм должен получать ежедневно. Скажите, какой вода? Чай входит? Слово «вода». Понятно? Слово «вода». Чай – это... Что такое чай? Чай – это не вода. Конечно, это отвар чайного листа. Суп – это концентрат аминокислот из мяса или овощей. Молоко – это питательный продукт, содержащий белки, жиры, да, и некоторое количество углеводов. Сок – это концентрат. Тогда получается, что вы из своей мезонхимы ничего не выводите. Так вот, человек должен получать то количество воды, которое вы сейчас себе посчитали. Это вы должны пить столько воды в день. Когда мне начинают говорить, что они пить много воды не могут, потому что отекают, я вернусь с словом к мезонхиме и снова покажу, где происходит накопление воды. Так вот, здесь, собственно, существует такой проточный механизм. Чем больше жидкости вы введете, тем больше жидкости выведется из организма. В конце концов, любой биохимический процесс, любой завод химический работает только при участии в воды. Существует правило разведения. и спорить с этим никак нельзя. Поэтому вот это нормальное количество воды, которое вы для себя рассчитали. И это количество воды, воды. Сейчас о свойствах воды. Значит, вода из-под крана содержит всю таблицу элементов Менделеева. И причем не самую лучшую ее часть. Поэтому воду из крана пить нельзя. вода фильтрованная. Смотря какие фильтры. Какие фильтры лучше? Трехступенчатый. Желательно, чтобы там от всего отчистить. Есть люди, которые пьют дистиллированную воду. Поверьте, это самое худшее, что может быть в жизни. Механизм действия воды таковой. Она приходит сюда, в мезенхиму, как губка впитывает избыточное количество веществ. Солилии, я имею в виду микроэлементов, белковлии, других продуктов обмена веществ. И все это выводит через кровь, через систему почек, через печень, вся система функционирования выделительных систем. Если выводить микроэлементы в большом количестве, у нас их столько не образуется, тут же гормональная система начинает реагировать на это. Сначала центральная нервная система, гипоталямо-гипофизарная система начинает импульсировать, кальция не хватает. И говорит эндокринной системе, она говорит, иди и вытащи этот кальций из кости. Потому что для нужд необходимо сейчас это. И плевать, что будет остеопороз. Самое главное нам сейчас поддержать системы, потому что кальций это один из самых необходимых микроэлементов для осуществления любой функции. В любой клетке мембраны потенциал обеспечивается именно кальцием, обеспечивается натрием и калием. И вот эти вещества необходимы в организме. А вода все это берет и вытаскивает и через почки выводит. где брать организму возникает дефицит. Поэтому дистиллированную воду употреблять нельзя. Нельзя употреблять газированную воду. Потому что чего вы хотите добиться от применения газированной воды? Во-первых, пузырьки попадают в желудок раздражают слизистую оболочку и вызывается повышение желудочного сока. Если вы при недостаточной функции хотите усилить пищеварительную функцию, вы можете перед едой или во время еды выпить ее для стимуляции. А если у вас все в порядке, зачем вы будете стимулировать это все, тем более, что есть не собираетесь. Все то же самое относится и к разноцветным газированным напиткам. Это вещи, которые употреблять в пищу нельзя. Вот кока-кола и ежи с ним это яд. Мой ребенок заходит в магазин показывает на полку с кока-колой мама гадость можно купить ну хотя бы маленькую. Вот то есть другого определения этого продукта на самом деле я придумать не могу и кока-кола на самом деле продавалась лет еще 50 назад в Америке в аптеках как желудочное средство для улучшения пищеварения. Но если его употреблять один раз когда болит желудок это еще может быть но не с теми консервантами и красителями которые вот в настоящее время вода кипяченая это для организма абсолютно неприемлемое вещество потому что вода мертвая она не несет энергии смысл потребления веществ это потребление веществ с энергией потому что они нам нужны организм старается тратить энергию для того чтобы ее расщепить поэтому она должна нести энергию далее какая не должна быть вода вода может быть структурирована и это замечательно для воды потому как она помогает организму и выводить шлаки накопленные и помогает организму правильно функционировать пожалуй фильтрованная слабо минерализованная желательно структурированная вода очень полезна для нашего организма воду не кипятить отфильтровал и пьешь а от чего кипятить если хороший фильтр я уже сказала что трехступенчатые фильтры защищают от микроорганизмов проникновения вы же не из болота ее берете если тяжелые металлы выводятся фильтром то почему бы не пить такую воду структурировать воду во время прохождения фильтра особенно через мембранные фильтры потенциал воды меняется и его свойства изменяются поэтому после этого желательно дать ей более оптимальную информацию для того чтобы в вашем организме она не вредила еще существует один вид воды который я наверное предпочитаю это нулевая вода то есть обнуленная вода если воду фильтрованную положить в холодильник она будет замораживаться часть этой воды остается ее сливают потому что замерзает только чистая часть сначала а потом загрязненная часть остается сливаете эту воду и размораживаете во время фазового перехода происходит обнуление воды то есть в данном случае она в общем-то такая же как в горном источнике она не несет информации структурировали и вперед можно просто так петь это самая полезная вода что еще ну желательно чтобы это была фильтрованная вода все-таки так значит по поводу пищевых добавок по поводу пищевых добавок могу сказать одно все добавки нужно подбирать и подбирать только в соответствии с теми потребностями человека которые у него имеются вы знаете очень модно стало употреблять какие-то пищевые добавки в связи с чем-то например в связи с возрастом очень модно употребляют сейчас кальций D3 не коммед его рекомендуют всем женщинам после определенного возраста но вы знаете какая ситуация наблюдая пациентов у которых имеется остеопороз когда делаешь биохимический анализ то ты всегда обнаруживаешь повышение кальция в крови его всегда много а когда много чем он занимается организм его пытается тоже утилизировать камни в почках печени на сосудах холестериновые бляшки дело не в том что его нет в организме дело в том что нет механизмов его усвоения для женщины гормонально зависимого абсолютно существа только гормоны женские половые могут способствовать правильной функции обмена кальция и если пихать этот кальций в организм можно до бесконечности можно превратить эту женщину в соляной столб но никакого эффекта не добиться потому что нет механизмов а некуда поэтому есть программка которая направляет именно в кости обмен кальций и фосфора пожалуйста вот в этом случае можно применять программку ко всему нужно дифференцированно подходить каждый раз когда вы видите болезнь вы представьте себе эту болезнь что происходит в организме потому что просто воспалился или образовался прыщик это не просто так вся иммунная система всего организма сейчас задействована и там суетятся лейкоциты которые должны обеспечить защиту от дальнейшего проникновения это война локальная война которую организм должен здесь выиграть иначе будет поздно и это постоянные боевые действия с микроорганизмами с которыми мы существуем а мы еще пытаемся организму помешать особо хочу отметить у питания из микроволновой печи еще раз говорю смысл пищи заключается в даче энергии растение растет на улице под действием кванта света происходит биохимическая реакция образования белков жиров углеводов энергетически ценный продукт приносим домой начинаем готовить на огне который передает энергию тепла этому продукту мы получаем энергию а потом мы берем это все засовываем в печку и начинается следующее все знают как работает микроволновая печь кавитация раскачивания воды и вот это поступает к нам в организм и энергии она уже не несет что такое энергия это направленное движение заряженных частиц и куда они заряжены в каком направлении они движутся из этого получить энергию невозможно это эрзац организм тратит огромное количество энергии времени сил для того чтобы переварить это и ничего за это не получает обман организма подумайте в первую очередь сами нужно ли вам это